Мы на тихой охоте. Вода в этом году совсем не грибная. Не было такого дождя и припарочка. Но сегодня с утра был туман. И решили проехаться. И даже кое-чего и находим. Кое-какой грибочек. Кстати, это первый день, когда действительно был туман. И тепло очень. 21 октября и на улице практически 20 градусов. Верный признак того, что есть грибочки, это наличие мухоморов. Говорят, их можно есть. Но мы не будем. Это в этот раз. Какие красавчики торчат. Не старые? Чистенькие. Старенькие. Но без червяка. Как раз. Отлично. Отлично. Прямо мухомрята здесь живут. Повылазили. Прямо садоватом. Повылазили. Вот оно. Красавчик. Ух ты. Не гриба, а золота. и какой большой чтобы чуть-чуть был бы уже не приводим до срывания так прелесть посмотрите и прелести перероски встречаются но тем не менее гриб вполне приходит в пищу лист упал уже много листа даже дуб обсыпался поэтому грибочки надо собирать тщательно маскируется ягодник тут даже вообще не грибные маньяки нам не надо бедрами на базар носить вот такой трошки мокренький нам бы немножко собрать да пожарить да супу сварить да немножко морозилочку на зиму запрятать общие то и грибы ну у нас по крайней мере чем хороши на ядовитый нарваться нельзя все съедобно он еще прекрасно морозится хорошо сохраняется при этом на такая красивая подосина вековая маслята в этом году стратили еще один маслята не хотят нормально лезть и хоть за уши оттуда вытаскивай да не хотят и все далее такое пагубное влияние радиации две ножки вместе срослись насчет радиации я конечно шучу но смысл в том что два гриба были вместе сиамцы червячки да вот они наши умри я не долго очикова не маслюки сколько искали а тут прям высоко ну трава высоко это чик ухты и золото да начал уже черведь давай дальше посмотрим что тут мыслюк по одному не растет они семейные либо никакого индивидуализма такие на грани на грани выживания а это коник который нас привез сюда и есть даже шанс что увезет причем едет как оказалось по абсолютному бездорожью участок дороги пахота свежая рыхлая прям по оське колеса проваливается едет это не мухоморчики красные многие грибники их просто сбивают ногами я считаю что это неправильно потому что ну во первых они они красивые вот они являются кормом для определенных видов животных ну и кроме того они часть экосистемы если они здесь растут значит так должно и быть посмотрите какой яркий да красивый гриб да а его на хуй зачем зверятку немножко поели но практически корма лишая вот они под дубнички куда ж без них а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok